Андрей Воробьев провел очередное совещание с заместителями, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов. Среди актуальных тем безопасной эксплуатации газового оборудования, установленного в МКД. Я хочу остановиться на Химках и начать наш разговор с ситуацией, с трагедией, которая произошла в Химках. Вы знаете, там был взрыв бытового газа, предварительные заключения были именно такие. Я дал команду, чтобы с пятого по девятый этаж все было налажено. Мы должны еще раз обратить внимание на все алгоритмы, которые позволят нам исключить подобных трагедий. Губернатор поручил отдельное внимание заострить на вакцинации граждан. Я знаю, что врачи, я хочу поблагодарить их, они очень много разъясняют, убирают фобии. Те, у кого есть, конечно, ограничения, те вынуждены избежать вакцинации, но все-таки наша вакцина, очевидно, себя зарекомендовала. И дальнейшая работа, дальнейшие усилия по вакцинации нам нужно дальше реализовывать. Мы информацию в местах общего пользования распечатали и в магазинах, аптеках, и на информационных табличках в подъездах. Их только около четырех тысяч, их будет размещено. Я попрошу здесь управляющие компании и территориальное управление активно разместить эту информацию на территории у себя. Не ослабляйте, пожалуйста, эту работу, потому что она очень важная. В ходе совещания обсуждалась программа ремонта объектов здравоохранения. По поручению губернатора, Министерство здравоохранения Московской области проанализировало текущее состояние лечебно-профилактических учреждений. Мы нашли и привлекли дополнительные ресурсы. Цель этой работы – все 158 объектов, о которых сегодня был Светлана Анатольевна говорить, максимально быстро, форсировано сделать капитальные косметические ремонты и навести там порядок. Губернатор отметил, что приблизительно через три года в регионе будет построена современная детская больница, где будут лечить детей до 18 лет. Мы начинаем строительство первой в Московской области большой современной детской больнице-госпитали по 28 профилям. Она должна быть построена также оперативно и оснащена и современным оборудованием, и, конечно, специалистами. Следующая тема, на которую Андрей Воробьев застрил внимание, – это работы по пресечению ликвидации несанкционированных навалов строительных отходов на территории региона, особенно на землях лесного фонда. Нужно сделать все те же самые высокие экологические стандарты, как в свое время мы реализовывали по твердым отходам. Строительный мусор весь будет оцифрован и из точки А будет в точку Б следовать строго по электронному талону под строгим контролем. В Московской области утвержден единый порядок обращения со строительными отходами. Теперь у каждого водителя будет свой электронный талон на выгрузку. Номера машин занесут в электронную базу, благодаря которой их можно будет отследить по камерам видеонаблюдения на дорогах. Также создан спецреестр компаний – отходы переработчиков Подмосковья. С их помощью можно детально анализировать направления транспортных потоков. Принимать строительный мусор будут на специализированных площадках, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе магнитными сепараторами, валковыми измельчителями, гидроножницами, щепковыми дробилками. Переходя к обсуждению следующей темы, губернатор подчеркнул важность завершения строительства ЦКАД, расширения магистрали М5 «Урал», строительства инфраструктурных и социальных объектов, реализация которых на территории Московской области должна осуществляться качественно и с опережением графика. Большой проект начинается строительство дороги на Казань-Нижний Новгород. Ряд конституционных соглашений реализуются в Подмосковье. Мы продолжаем строить переезды там, где людям неудобно и необходимо облегчить передвижение и жизнь граждан. По всем этим проектам мы получили поддержку. Губернатор дал команду дорожным и коммунальным службам приступить к наведению порядка после зимы на уличной дорожной сети. Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая территория к маю месяцу должна быть убрана. Чтобы каждый инцидент или жалоба обращения жителей, которые связаны с подтоплением или с какими-то изъянами на дорогах, что часто весной случается, были максимально ликвидированы, решены эти вопросы. Прошу о всех на местах относиться к теме благоустройства предельно, профессионально и внимательно. Мы начинаем подготовку к целому циклу субботников. Что касается традиционного субботника, где участвуют жители, то он, как правило, проходит в 20-х числах апреля. Мы его обязательно проведем. Елена Цыганова, Игорь Чернышев, Антон Карташов для программы Городские вести.